Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодняшняя серия будет посвящена тому, какие моды я использую в 17 ферме для этого прохождения. У меня сейчас загружена другая сохранялка, которая у меня так для экспериментов используется, так что не обращайте внимания на то, что здесь засеяно канола на нашем поле и 7 поле нам принадлежит. Там какая-то техника стоит, картошку видимо убирает. Это все неправда, так что не обращайте внимания. Собственно, у меня сейчас на втором мониторе открыт мод менеджер и я буду именно по этому списку идти. Он не отсортирован никак, ни по алфавиту, ни по группам, поэтому уж извиняйте, просто я вам зачитаю список модов и покажу, что они делают, как ими пользоваться и для чего они нужны. Все названия этих модов будут появляться у вас на экране, для того, чтобы вы смогли забить их в Google и, собственно, найти и скачать. Ну а мы начинаем. Первый мод в моем списке это Курсплей. У меня установлена версия 5.03.0050 девелоперская. Про него я ничего рассказывать не буду особенного, все и так знают, что за он. Есть видео по 19 ферме у нас, да и очень активно я им пользуюсь в прохождении. Выглядит он вот так, ничего особенного. Второй мод называется Custom Road Train Pack. Он находится у нас в магазине, отдельная категория для него. Включает он в себя два вот таких вот замечательных грузовика, которые я не очень, честно говоря, люблю. Из-за того, что у них длинная морда, мне как-то больше европейцы нравятся. Но самое замечательное в них это их полуприцепы, которые доступны. А также вот такая подкатная тележка, которой, опять-таки, я не пользуюсь. Вообще подкатные тележки не люблю, потому что маневрировать ими у меня очень плохо получается. Ну и давайте по порядку, что у нас здесь есть. Во-первых, каждых прицепа идет по два. А и Б, скажем так. Их можно собирать в неограниченном количестве и составлять своего рода автопоезд. Давайте я вам покажу на примере. Возьмем в аренду ман и возьмем пару самых дешевых в аренду этих самых полуприцепов. И скинем все это дело на базу. Выглядят они, собственно, вот так. И к любому А-прицепу мы можем без проблем подсоединить другой какой-либо прицеп. Точнее, это называется полуприцепы. Но я этим... Это скандинавская сцепка называется, если мне память не изменяет. Такая используется в Норвегии, в Швеции и так далее. Я никогда вживую автопоезда такие не видел. В общем-то, у меня почему-то не хочет оно цепляться. Но я видел, что это все дело работает. Посмотрите, может быть другая версия какая-то. Я, в принципе, этим не пользуюсь из-за того, что маневрировать этим неудобно. И у меня нихрена не получается. Ну и далее, что именно входит в этот мод? Во-первых, прицеп для погрузки. Точнее, полуприцеп для погрузки бревен. В маленький можно от 2 до 8 метров пихать. В большой можно до 12 метров запихнуть. Можно поставить какой-либо цвет обода. На каждый из них можно поставить заднее крепление. То есть, какой-нибудь прицепчик маленький можно подсоединить сзади. Конечно же, выбор колес. Есть стандартные узкие шины. По дизайну здесь две опции. No rear stopper или добавить этот самый rear stopper. Это вот эта вот задняя охреновина. Собственно, можно ее поставить, можно убрать. Я обычно ставлю, чтобы бревна не вываливались назад на торможении. Хотя они ремнями там цепляются. Ну, в общем, не знаю. Мне так, для эстетического удовольствия. А то, знаете ли, пункт назначения все же смотрели второй, правильно? Ну и последнее тут еще в дизайне есть уаллогинг. Это автопогрузка этих самых бревен, которая меня так выручает всегда. Больше смысла в этом прицепе, наверное, и не было бы. Следующая вот такая платформа идет. Она нужна для перевозки поддонов, тюков и прочего такого, что можно туда положить. Собственно, имеется тут поддержка и квадратных тюков, и круглых, и больших, маленьких. В общем-то, тут снизу все написано, сколько они в себя вмещают. Но на этой карте у нас поддоны и тюки. Это то, что пользуется популярностью, особенно поддоны. Ну и, конечно же, в ней есть автозагрузка, что выручает. Опять-таки, можно поставить крепление заднее, выбрать основной цвет этой платформы. Любой, какой вам вздумается. Как обычно, широкие или стандартные шины, цвет обода. По дизайну Chrome Parts, насколько я понимаю, вот эта вот передняя хреновинка будет хромированной. Ну и, конечно же, дополнительно покупается автопогрузка. То, что нас выручает в этой игре нещадно. Далее, два полуприцепа идут для перевозки животных. Они даже кур позволяют себе перевозить, если карта позволяет. Ну и стандартные настроечки, заднее крепление, любой цвет по выбору, выбор колес и цвет обода. Автопогрузка здесь, как сами понимаете, не нужна. Следующая пара полуприцепов у нас перевозит все жидкости. Причем, насколько я понимаю, она перевозит абсолютно все жидкости, доступные на карте. То есть, у нас, например, есть сейчас жидкое подсолнечное масло. И оно, разумеется, доступно. То есть, биодизель, вода, очищенная вода, солярка и так далее. Все оно возит. Маленький вмещает в себя 40 тысяч литров, большой 60. По настройкам, как обычно, все крепление, любой цвет. Но, я так понимаю, красится только... Я просто вот не помню. Собственно, то, что выделено красным, то и красится. Выбор колес, выбор цвета обода. Ну и также эта хреновина умеет показывать, что она в себе везет. Вообще, давайте мы ее возьмем в аренду, и я вам покажу наглядно. То есть, вот, наполним мы немного воды, и, соответственно, меняется текстурка в зависимости от того, что же залито у нас в нашу цистерну. Это можно отключить, и, соответственно, цистерна будет всегда одинаково выглядеть. В общем-то, разные тут есть настройки. Ну и если у нас загружено топливо, то тут можно выбрать, какого бренда декальки будут использоваться, или же просто стандартное с надписью топливо. Ну и последний набор, это, скажем так, обычный грузовой полуприцеп, которым можно перевозить абсолютно все сыпучие материалы, доступные у вас на карте. Хотя у меня то, что в поддонах здесь показывает, можно возить, но я в этом немного сомневаюсь. Просто, видимо, в настройках написано, что он возит абсолютно все. Опять-таки, 40 и 60 тысяч литров они в себя вмещают, соответственно. Ну и настраиваются они точно так же, как и прицеп для воды. Заднее крепление, основной цвет, какой хотите, выбираете. Любой выбор колес, любой цвет обода, который хотите. По дизайну у нас выбирается надпись о том, что загружено в этот самый полуприцеп. Можно выбрать, какого цвета будет эта надпись, и можно выбрать, какого цвета будет крышка сверху. То есть, она будет цветная в цвет корпуса, или же она будет черная. Ну и что еще я не сказал, то, что внизу, как и на водяном прицепе, есть вот такой вот счетчик того, сколько там нагружено литров того, чего нагружено. Следующий мод называется Better Minimap. У меня установлена версия 1.1.0.0. Ну и он, как вы правильно догадались по названию, заменяет миникарту на немного улучшенную. У нее есть вот такие настройки. Включить, выключить. Help, включить, выключить. Это в справке F1. Горят там кнопки или не горят. Частота обновления миникарты 60 секунд. Ну, у меня оптимально. Она, собственно, так и выставлена. Можно выставить три типа настройки по размеру. То есть, большая, которая выглядит вот так, широкая, которая выглядит вот так, и нормальная, которая, собственно, выглядит как стандартная карта, которой я лично и пользуюсь. Настройки вызываются кнопкой Alt 9. Клавишами Alt Plus и Alt Minus можно изменять масштаб этой карты. Также в настройках ее можно сделать прозрачной и выставить степень этой самой прозрачности. Но мне это не надо. Также на 9, как обычно, ее можно разворачивать на, скажем так, большую делать. Ну и чем она мне больше всего нужна, это то, что кнопками, я даже не знаю, честно говоря, какие-то кнопки. У меня нет русской клавиатуры, а на английской у всех разные. В общем-то, там, где находится на обычных клавиатурах слэш и квадратная скобочка или около того, можно выбирать, не залазя в паузу, посмотреть, насколько поле убрано, насколько оно вспахано. В общем-то, все эти данные мы можем видеть сразу на миникарте. Ну, также можно эту карту обновлять, если техника работает и вам нужно на это все дело посмотреть. Следующий мод, который у меня установлен, называется Helper Administration. Меню вызывается нажатием кнопок Control и Control. В общем-то, левый и правый Control. Здесь можно выстроить количество наемных рабочих. Вроде как оно в игре ограничено, но если кому-то надо больше, вот, пожалуйста, можете до 20 штук ставить. И также этих самых рабочих можно обзывать. Собственно, что мне в нем и нравится. Правда, я совсем про этот мод забыл, и поэтому у меня стоят стандартные имена. Но я иногда люблю поставить им имена, типа там, Вася, Жора и так далее. Соответственно, они делятся на мужчин и женщин. Следующий мод называется Longer Lock Cuts. И он, собственно, позволяет менять длину распила для вот такой вот замечательной техники, как Скорпион. Так, надо его все-таки завести, чтобы эта настройка была доступна. И включить. Соответственно, по меню Y у нас появилось изменить длину распила, и мы можем менять вплоть до 15 метров. По стандарту вроде как идет 8, поэтому для того, чтобы пилить им 12-метровые деревья для нашего полуприцепа модового, можно поставить вот так. Я обычно по 11 метров пилю, чтобы 1 метр оставить зазора, и все у нас будет хорошо работать. Следующий мод у меня называется просто Компас. С ним все очень просто. Сверху у нас Компас, и он показывает направление порозе ветров. Как по мне, очень нужная вещь. Настройки у него толком никаких нету. Его можно лишь вниз поместить кнопками Alt-C. C, разумеется, латинское. То есть его можно вверх-вниз экрана или же просто выключить. Следующий мод, который у меня стоит в списке, называется No Put Mod. Включается он с сочетанием клавиш левый Alt и правый Ctrl, и, собственно, убирает все худы. Ну и с помощью него я там снимал некоторые заставочки. Я не знаю, вышли они уже или нет. Точнее, использовал я их уже или нет. В общем, скажем так, только для кинематографичности. Ну и, соответственно, карту, чтобы убрать, мы убираем ее отдельно. Следующий мод называется Dirty Rain. Соответственно, грязный дождь. Он делает так, чтобы техника не мылась от дождя. Я не знаю, зачем, но я решил вот его поставить. Пускай будет. Следующий мод на очереди у нас называется Speed Player. И он позволяет быстро ходить по карте. То есть, соответственно, по кнопке 0 мы идем со стандартной скоростью. Если мы нажмем кнопку 1, то наша скорость увеличится в 3. Если мы нажмем кнопку 2, наша скорость увеличится в 8 раз. И по нажатии кнопки 3 мы начнем бегать просто со скоростью в 20 раз превышающей стандартную. Плюс, разумеется, я провалился под текстурой. Это очень замечательно. Соответственно, кнопка Shift также с этим делом все прекрасно работает. И поэтому мы можем бегать еще быстрее. Поэтому для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б быстро, можно воспользоваться и, собственно, своими ногами. И это не займет много времени. Следующий мод называется DGE Phantom 2. Находится он в категории разное. И это вот такой вот квадрокоптер, который мы, опять-таки, арендуем. Вот так вот он выглядит. На кнопку C можно поменять. Здесь есть три вида камеры. Сейчас я вам их покажу. Вставил я его, опять-таки, для того, чтобы снимать разные всякие кинематографические моменты. Но все как-то им не приходилось воспользоваться. В общем-то, можно вверх-вниз и на нем летать. Все написано тут по управлению. Я просто на геймпаде играю. Мне вверх на нем подняться тяжеловато будет. На кнопку C мы меняем вид и можем, соответственно, все это дело снимать. Крутить куда угодно. Лететь взад-вперед. Подниматься, опускаться без проблем. В настройках я, соответственно, рекомендую, чтобы он по Ctrl-Delete запускался, чтобы на правую кнопку мыши он не открывал курс-плей. Ну и, разумеется, можно вырубить все худы и оставить все это дело для кинематографичности. Все будет красиво. И вот такой вот вид у нас есть еще снимать сзади. Вообще, надо бы, конечно, начать им пользоваться, потому что можно действительно снимать хорошие кадры, но у меня руки все не доходят. А что, кстати, прикольное еще в этом моде, можно из него вот так вот выйти. Мы, соответственно, упадем, нам ничего не будет, а квадрокоптер рядом шмякнется и сломается. Или не сломается. Он аж вверх поднялся. А если... А, да, можно двигать и заглушить, тогда он упадет. И он тоже провалился сквозь текстуры, и, соответственно, мы теперь не можем в него сесть, когда передвигаемся через технику, телепортируемся, и в верхнем углу, как вы видите, написано сломался. Ну, по мне, так прикольная фича. Идем по списку дальше, и следующий мод называется Slow Refueling, что дословно переводится как более медленная заправка. Соответственно, нажимаем мы на заправку и видим, что заправляется он теперь медленно. Ну, я не знаю, я поставил его чисто для такой агентичности. Мне кажется, это более реально, чем целый бак топлива заливался бы в течение трех секунд. Следующий мод называется Working Toolbox. Находится он, правда, в статичных объектах. Это вот такая вот хреновина, которая позволяет нам чинить технику в любом месте. Вот такой вот ящик, который мы можем взять в руку, можем его без проблем перенести куда угодно, можем погрузить его на свой пикап. Нужен он обычно в первую очередь для того, чтобы при использовании мода сезона, когда техника стала в поле, отвести вот эту хреновину к ней и, соответственно, починить то, что у нас сломалось. Работает он очень просто. Мы просто подносим его к технике, которую нужно починить. Соответственно, нажимаем кнопку R или на стик, если на геймпаде у нас появляется вот такое меню. Но, разумеется, без сезонов он немного бесполезен. Следующий мод называется Bank of Hagenstedt. Вызывается он нажатием на клавишу End. И вот так вот выглядит его меню. Вроде как есть в интернете русская версия, я даже не искал, если честно. Здесь есть несколько меню. Например, всякая информация по нашим кредитной линии. Можно посмотреть нашу финансовую историю, соответственно. Edit Loan позволяет нам взять кредит, например, на 100 тысяч. Здесь, соответственно, выставляются проценты, сколько, размеры платежей и все такое прочее. Ну или можно брать отсюда стандартные займы на 5000 евро, которые берутся через стандартное меню. Трансфермании нужно для мультиплеера, насколько я понимаю. Я там ни разу этим модом не пользовался. Ну и есть менеджмент полей, в котором мы можем покупать, продавать поля. А у меня седьмое, кстати, в аренде. Или брать их в аренду. Вот у меня седьмое, кстати, в аренде. Здесь написано, сколько денег будет стоить аренда ежедневно, насколько я понимаю. Ну и максимум там то ли на 20, то ли на 40 дней. Я вот, честно говоря, не помню. Ну и кнопочка Leaf Bank позволяет нам выйти отсюда. Следующий мод называется Real Nights Mod. И задача у него простая. Сделать тьму тьмущую ночью. В городе, понятно, есть какое-то освещение, поэтому более-менее здесь все видно. А вот если мы оказываемся в поле, то, в принципе, здесь нихрена не видно теперь. Я, в принципе, не очень люблю работать по ночам. Вот у нас, кстати, списалось 54 тысячи за аренду поля из прошлого мода. Но теперь ночью работать никакого удовольствия ни у кого не будет, поэтому будем работать днем. Хотя мне этот мод нравится, честно говоря. Ночи действительно стали темными. Следующий мод в нашем списке называется Soul Dust Mod, что в переводе обозначает опилки, что ли. Так, у нас пока ночь. Я вам покажу, включив фонарик. Мы, собственно, берем бензопилу, спиливаем это дерево. И у нас остаются здесь опилки, точнее щепа, которую мы можем подобрать и можем использовать где угодно. А вот следующий мод, о котором я совершенно забыл. И, соответственно, в нашем прохождении я его выключил. Называется ручная сцепка. То есть, для того, чтобы отцепить технику, нам нужно все это делать вручную, выходить из трактора. То есть, он не позволяет нам отцепиться, когда мы хотим в любой момент. Именно из-за этого я не мог составить тогда полуприцеп, я про него совсем забыл. То есть, для того, чтобы все это дело отцепить, нам нужно выйти из машины. Я не помню уже даже какие кнопки. Подойти сюда, отсоединить сначала вал и потом уже отсоединить саму технику. То же самое и с присоединением. Мы сначала присоединяем сам прицеп и присоединяем вал. Тогда это все будет работать. Соответственно, у меня этот мод выключен в нашем прохождении, поскольку я, наверное, заколебался просто бы. Все это дело цеплять. У нас всего там три трактора на данный момент. А техники много. И постоянно так вот выходить, ну, я бы, наверное, задолбался. Тем более на запись, когда я все это дело, подсоединение не показываю. Оно все нафиг не надо. Следующий мод называется Game Extension, то есть расширение игры. Вызывается он по кнопке И, и у нас дополнительное есть меню. Здесь можно выключить управление круиз-контролем мышкой, но я круиз-контролем не пользуюсь. Также можно приостановить рост культур во время миссии, потому что можно взять себе задание на какое-нибудь гигантское поле на уборку свеклы, которое вы будете выполнять пять часов, а за это время ваш урожай засохнет. Можно включить или выключить точку по центру. Включить или выключить фермерское чутье. Это вот в нижнем правом углу такая вот информация состояния посевов, что у нас на поле засеяно и в каком состоянии оно находится. Режим скриншота выключает все ходы, но я отдельный мод на это показывал. В принципе, можно было тот не ставить и пользоваться этим, но там есть горячие клавиши, что мне нравится. Ход иконок для техники я, честно говоря, не помню, что за иконки они включают или выключают. И показывать название содержимого и тип культуры в транспортном средстве. Соответственно, когда мы нажимаем «включено», то в правом нижнем углу на ходе у нас постоянно появляется надпись «картофель», то, что у нас загружено, ну и сколько этого всего заполнено. А ход иконок для техники – это, соответственно, полосочка, которая слева от спидометра, которая показывает нам сторону разгрузки, которая у нас выбрана, заведен или заглушен двигатель. Ну и на другой технике есть другие вспомогательные иконки. Следующий мод называется «Better Fuel Usage». Он вроде как меняет схему потребления топлива, то есть оно по-разному заканчивается, плюс добавляет нам некоторое подобие тахометра, как мы видим у нас слева от спидометра появляется, когда нажимаем на газ, ну и дополнительно показывает расход топлива за промежуток времени, точнее литры в час. То есть, соответственно, двигатель у нас заглушен, он показывает ноль. Следующий мод, а точнее даже можно сказать пак модов, состоящий из нескольких файлов, это «Планшет» – «Farming Tablet». То есть он называется «Farming Tablet» и к нему есть еще отдельное приложение. Эти моды, по-моему, даже в модхабе есть все. То есть выглядит он примерно вот так вот. Здесь есть свой маркет, в котором мы, соответственно, покупаем все эти приложения. Да, их всех нужно купить, давайте это, в принципе, сделаем сразу. Значит, первая у нас информация по животным. У меня сейчас только куры есть. Он показывает количество кур и, соответственно, количество яиц, которое не собрано. Я этим сейчас вообще не занимаюсь. Ну и далее здесь он будет показывать всю информацию по всем остальным животным и будет выводить также уведомления, если у кого-то что-то закончится. «Fabric Script» показывает информацию про все заводы. Единственное, что берет он информацию из карты и названия они здесь имеют далеко не русские. Вот здесь он показывается. Можно выбрать любое предприятие по любому производству и посмотреть, где оно находится на карте. Нажав на кнопку «To Details» мы можем посмотреть, что нам требуется, что производится. Скорость переработки, то есть здесь 6000 в час он перерабатывает, 6000 литров в час. Соответственно, сколько наполнено и сколько он в себя вмещает. В «Storage House» можно посмотреть все хранилища, сколько они вмещают в себя там. Хранилища досок, хранилища поддонов, которые на лесопилке. Соответственно, мы здесь увидим, сколько у нас поддонов вмещается, сколько там поддонов есть и сколько это все литров, соответственно, занимает. В приложении «Horg» мы можем посмотреть на информацию о полях. Выбираем здесь любое поле и справа мы видим, какие культуры мы можем туда засаживать и сколько литров семян нам потребуется для того, чтобы засеять то или иное поле. Ну или, соответственно, удобрений. Снег здесь почему-то выступает в роли удобрения, очень интересно. Снизу написано, что эти данные не соответствуют на 100%. Плюс-минус они все равно будут отличаться, ну и также есть информация о размере поля и его стоимости. Приложение «Bunker Silla» позволяет нам смотреть за нашими силостными ямами на БГА. Насколько они заполнены, насколько прошел процесс ферментации, сколько времени осталось до окончания и так далее. Ну и последнее приложение «Storage Amount» позволяет нам посмотреть информацию по всем силостным хранилищам, расположенным на карте. Вот у меня, например, в бункере лежит 23 тысячи литров картофеля. При наведении мышкой мы видим, куда это все дело самое дорого можно продать и сколько денег за это можно выручить. Но если мы нажмем, то на карте, соответственно, появляется красная точка, которая начинает моргать, где находится этот самый ООО «Фермер». Ну а снизу написано «Total Silla Value» — это насколько денег урожая у нас, собственно, лежит в этой силостной башне. В общем-то, есть здесь различные настройки, можете в них копаться. Также планшет жрет батарейку и нужно покупать. В статичных объектах есть такая хреновина «Farming Tablet Loading Station». Располагаете ее где хотите и там будете этот самый планшет потом заряжать. Но в настройках можно выключить эту функцию, то есть вот использование аккумулятора «Включить-выключить». Ну и включить или выключить нотификации, вам, соответственно, будет прилетать все. Все уведомления, там, например, «На мучном заводе закончилась мука» или «Забить склад» или «У коровок закончилось мясо». Какое нахрен мясо? Вода, например, у них закончилась. В общем-то, все эти уведомления вы будете видеть. Выглядят они вот так вот справа. Справа понятно, что неправильно подписаны фабрики, точнее, как они взяты из скриптов карты, но это все не важно. Мод у меня установлен, но на раннем этапе, пока производствами и животными мы не занимаемся, я эти нотификации выключил нахрен. Следующий мод называется «Glance». Это утилита для отображения уведомлений и статуса техники, которая используется. В левом верхнем углу экрана он располагается, то есть мы сейчас видим, что наш сломался квадрокоптер, который я вам показывал. Но я думаю, вы обращали внимание, что он установлен. Здесь мы видим скорость движения техники, на каком поле находится техника, то есть P7, как она называется. Если в ней что-то загружено, то показано, соответственно, что и на сколько процентов, и чем это все, и чем эта техника занимается. Здесь также показано, но и запущенный двигатель, чтобы не жрал топливо, мы тоже видим это самое уведомление. Вся техника, которая работает на курсплее или на работника, мы также ее здесь видим, соответственно, можем отслеживать, кто на сколько заполнен. Следующий мод называется «Real Clock Mod», и он показывает настоящее время, то, которое находится у вас не в игре, а в реальной жизни, в правом верхнем углу. Например, у меня сейчас без 22 ночи, и я вам пилю видосик. Это, кстати, заслуживает лойсика. Мне вот через 4 часа вставать. Ну, чуть больше, чем через 4, но все-таки. А я тут вот херней занимаюсь какой-то. Но мы подходим уже к концу, и все хорошо. Следующий мод у нас называется «Placeable Refill Tanks». Соответственно, в статичных объектах мы можем найти 3 вот таких замечательных бункера, которые мы можем расположить где угодно на карте для семян, для сухих удобрений и для жидких удобрений. Соответственно, сейлки на курсплее автоматически с них пополняются. Правда, вроде как семена из этих бункеров стоят чуть-чуть дороже. А, да, это, кстати, написано в описании, я что-то даже не обратил внимания. Но не суть важно, зато это все работает на автоматике. Ставится это все куда угодно, без проблем, все работает. Следующий мод, который я советую использовать на этой карте, называется мод «Сезоны». На записи я пока что играю без него, поскольку на момент последней серии, а я их записал, наверное, штуки 3 или 4 максимума, у меня один трактор отпахал 30 часов. То есть времени это все занимает много. Пока у нас одно поле, я не вижу в этом смысла, может быть, потом мы его подключим. Про него я ничего говорить не буду, зайдите в интернет и почитайте описание, потому что он кардинально меняет игру. Если вкратце, то у вас появляются сезоны весна, лето, осень, зима. Соответственно, выпадает там снежок. В определенное время года вы, соответственно, сажаете определенные культуры. То есть пшеница, например, сажается там с марта по май, а кукуруза там с мая по июнь, например. Ну, образно. Там не делятся сезоны по месяцам, но там есть ранняя весна, середина весны и поздняя весна. И условно можно разделить на 3 месяца. Выставляется в настройках, соответственно, сколько дней эти сезоны идут. Там от 3 до 15 или от 3 до 24, я точно не помню. Есть там фишка с температурой почвы, с температурой воздуха. То есть, допустим, у нас наступил март, но почва еще не прогрелась и сажать еще рано. Не сажать, а сеять. Хотя картошку вроде как сажают, поэтому для картошки это все-таки актуально. В любом случае, очень рекомендую его к использованию. Игра меняется кардинально. Вообще, по этому моду, там в меню справки даже есть полное описание, полная справка, как им пользоваться и что сделать. И как сделать так, чтобы ваши животные не умерли. Да, кстати, животные там тоже дохнут, если их не кормить. Следующий мод называется Disable Vehicle Camera Collision. То есть, выключает коллизию камеры в транспортных средствах. То есть, без этого мода, когда вы подъезжаете к какому-либо статичному объекту, ваша камера начинает резко приближаться к трактору. Это хорошо заметно около деревьев. А здесь мы просто проезжаем. Здесь камера просто пролетает сквозь текстуры, любые, которые она увидит на своем пути. Как по мне, мод обязателен просто. Потому что скачущая камера, она бесит реально. Хотя и здесь, в гаражах, тоже иногда это все дело бесит. Иногда бывает тяжело припарковаться. И надо обязательно разворачивать это вот все там, видите? В общем-то, кому как. Но, как по мне, так без этого мода играть невозможно. Ну и последние два мода из группы 4RealModule. У меня стоит только второй и третий. Первый, собственно, добавляет более реальную грязь на колесах. Причем, вроде как, каждое колесо отдельно взаимодействует с этой грязью, с почвой. Ну а третий, не знаю, как объяснить. В общем-то, когда вы едете по земле, то у вас грязь из-под колес сыпется, и вы это видите. Соответственно, когда мы проезжаем по асфальту, у нас немного чистятся наши колеса. Что, в принципе, мне кажется вполне реальным. Ну а первый мод из этого модуля, который у меня не стоит, он на применение культур. Я как-то привык играть без него. Хотя вот в 19-й ферме это уже по заводу, скажем так, включено. Но я его здесь тоже не ставил, и хрен с ним. В принципе, все эти три мода есть в ModHub, и можете спокойно найти. То есть, соответственно, да, вы видите, мы проехались по травке. Точнее, одним колесом по земле, одним по травке, и они абсолютно по-разному загрязнены. На этом, друзья, собственно, все. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, рассказывайте о канале друзьям. Пишите свои комментарии, может быть, есть какие-то моды, которые вы используете, а я о них даже и не знаю. Предлагайте, мы все посмотрим. С вами был Никита Дилай, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!